Привет, с вами черный седьмой айфон, вот здесь он лежит, а я вилсаком, и я сделал уже его распаковочку, и он прям матовый, такой классный, кнопочка у него такая прикольная, дизайн не нравится, я почитал комментарии в инстаграме, выкладывал туда фоточки, многие пишут типа, нет, что-то не нравится, что-то матовый, как айпод 6, вообще не то. И я вам скажу, что вот эти фотографии, даже этот ролик вы посмотрите, вы своего впечатления не составите. Будет возможность, сходите в магазин, покрутите в руках хотя бы, потому что вживую он смотрится ну просто вообще очень круто. Это я вам говорю, как человек, который уже этих айфонов пересмотрел, уже тошнит от них, но вот этот очень нравится. Но седьмой, это полбеды, у нас есть 7+, который ну просто вообще мега, в данном случае он у нас будет золотой, с двумя камерами. Ооо, я прям уже готов его открыть, поехали. Айфон 7+, аксессуары к нему, еще больше продуктов Apple, другие техно-ништики в самом дружелюбном магазине гаджетов biggeek.ru. Специальная скидка по промокоду VILSA.COM, ссылка в описании. Айфон 7+, вызывает больше интерес по одной простой причине, у нее две камеры, одна широкоугольная, другая телефото, и вы можете заниматься такой штукой, как оптическим зумом. Ха-ха-ха, но если вы понимаете, о чем я. И здесь 256 гигабайт, и этот айфон 7+, заехал мне за 120 тысяч рублей. Черт! И поскольку я уже открывал матовый, я знаю, что здесь есть хвостик такой впервые, за который вот так вот тянем аккуратно, и коробочка сама практически открывается. И это прямо реально магия, потому что очень важно, как вы открываете коробочку, и в данный момент происходит что. И вот это вот очень грустно. Здесь у нас есть мануал, написано Design by Apple in California, а телефона нет. И ты такой, what? Но на самом деле он лежит... И вот так вот, конечно, вообще не отличить от айфон 6+, один в один. И это, собственно, одна из причин, почему компания разместила телефон попой к нам на коробке, потому что если бы они сделали его лицевой частью, то было бы непонятно. Коробочка тоже чуть-чуть изменилась, теперь нет названия, и оно пишется в тот цвет, который внутри, в данном случае у нас золото. Очень красиво, очень круто. Здесь нас ждут обычные вот такие вот клеечки. Но больше ничего классного, всякая инструкция, quick start git и прочее. Я же вот за этот хвостик тащу айфончик, и давайте сейчас первое впечатление, это очень важно, очень важно, очень важно. Ну, как вам сказать? Я ожидал что-то большего, но я вам сейчас его открою и расскажу, что я об этом думаю. Внутри нас также ждет новый переходничок. Вы подумали, наушники? Сейчас, переходничок с лайтнинга на 3,5 мм, потому что, напомню, айфон 7 лишился этого старого аналогового разъема. И этот переходничок, конечно, очень просто потерять, поэтому компания продает вам его за 800 рублей всего. Можно купить еще раз, если вы вдруг его потеряли. И вот в такой теперь неприметной картонной упаковке нас с вами ждет главное разочарование для многих, а я считаю, что это хорошо, лайтнинг наушники. Все, 3,5 мм прощайте, лайтнинг ушки, посмотрим еще AirPods, конечно же, когда они появятся в продаже. Наушники тоже надо будет послушать с точки зрения того, как они звучат в сравнении с обычными AirPods, но это тема для отдельного ролика. Ну и здесь нас ждет зарядочка и лайтнинг. Лайтнингов никогда не бывает много. Вообще, самая классная упаковка это лайтнинг, потому что телефон надо постоянно заряжать. И ты такой, ммм, смотрите, как снимается пленочка. Ох, как хорошо. Ох, какое-то чувство, когда у тебя новый айфон, это прям ни с чем не сравнить. И, вы знаете, золото, я, может, уже отвык, но выглядит очень-очень прикольно. И теперь по-новому яблоко делается из stainless steel такого прямо жесткого. Камера стала смотреться намного, я вам скажу, органичнее. За счет того, что она переехала еще дальше в угол, и у нее теперь есть вот такое обрамление, как бы из части корпуса, и нам показывала Apple, что это делается из цельного куска алюминия. И это теперь выглядит намного-намного аккуратнее, чем камера в iPhone 6 и 6s. Это уже старе, нам тоже не надо. Ну, и, конечно же, новые линии антенн выглядят очень-очень классно. Теперь дизайн более законченный, более цельный, что ли. Мне нравится. Спинка у него прямо очень крутая. Я сознательно взял золотой, потому что у меня был золотой шестерочка, у меня был 6s Space Gray. Не можно было бы матовый черный взять. И черный такой грустный, а здесь так все прямо классно. Ну что ж, включаю. И хочу камеры заценить, насколько крутой оптический зум. Apple, кстати, еще и сам конвертик изменил. Он раньше открывался, и вас встречала скрепочка. А теперь я начал ее искать, какой где. А она на отдельной такой бумажке. Здесь же короткая инструкция, как ее, собственно, использовать. И для того, чтобы настроить устройство. О, здраво, дуги бежут мне iPhone. И он у нас с резиновой такой прослойкой, потому что, напомню, что iPhone 7 и 7 Plus, они теперь пылевлагозащищенные, могут пережить окунание в воду. Также здесь новый процессор A10 Fusion. В iPhone 7 Plus 3 гигабайта оперативной памяти. Отказались от 3,5-миллиметрового разъема. Новая фронталка. Экран новый. Нет теперь клавиши Home механической. Об этом всем я расскажу в полноценном обзоре. Я надеюсь, что я его осилю. А здесь первое впечатление от непосредственно запуска устройства, распаковки и всего того, что из себя представляет новый фронт. Я вам честно скажу, за последние 3 года, что 6, что 6s, что 7. 6s был, кстати, чуть потяжелее, чем 6. Плюс, я имею в виду. Ну, и обычный тоже. И вот так вот держишь, конечно, никакого эффекта. Но надо запустить камеру. И сразу нас здесь встречает увеличение 2x. И я вам хочу сказать, что 2x это серьезное увеличение. Это неплохо. Не так, чтобы прям овер до хрена. То есть не скажешь, что это прям ну-ка. Но это круто. Причем это оптическое увеличение. А если я буду тянуть дальше, то у меня есть возможность сделать увеличение до 10-ти кратного. И оно, конечно, уже немножко провафлилось. Но если я от 2 увеличу до 2,5, то это будет оптическое плюс цифровое. И оно не такое грустное. В этом смысле камера, конечно, очень крутая. Обещают в ближайшем будущем нас еще порадовать возможностью делать боке, такую глубину резкости. Размывать фончик на портретах. Но это софтом прилетит чуть позже. А так, напомню, что это 12-мегапиксельные сенсоры. Это диафрагма 1.7 и прочие радости. Фронталочка у нас теперь снимает на 7 мегапикселей. Full HD в том числе. Здесь у нас есть оптическая стабилизация. В маленьком есть. Об этом тоже расскажу. Мое впечатление. Вы знаете, если честно, маленький в этот раз впечатлил больше. Потому что у него дизайн как-то больше изменился, что ли. Здесь за исключением все-таки новой камеры. Не сказать, чтобы сильно изменилось что-то на спинке. Да, новые антенны. Ну, черт знает. Может, из-за цвета это ощущается так. Может быть, я сейчас глянцевый взял бы и вообще выпал в осады. Но не буду лукавить. Маленький возбудил и впечатлил как-то больше. Все остальное здесь примерно то же самое. Все очень быстро. A10 Fusion. Единственное, здесь 3 гигабайта против 2 у обычной семерки. Именно для того, чтобы обрабатывать информацию с двух камер сразу. Ну, вот такое вот. Буду пользоваться. Буду тестировать. Рассказывать вам о том, что из себя представляют новые айфоны. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, если вам интересно. Если много лайков наберем, какие-нибудь 100 тысяч сделают дроп-тест. Прям вот эти два. Их прям гахнем. Они, блин, на 256 гигабайт. Жалко, черт возьми. Но что-нибудь устроим какую-нибудь жесть. Ну и подписывайтесь на мои социальные сети. Конечно же, жду вас там с распростертыми объятиями. С вами был Иосоком. Пока.